Сейчас, друзья, покажу вам цветочки. Сэнди высадил цветочки, прошлые выходные. И вот, посмотрите. Я сначала так смеялась, говорю, ты почему так высоко посадил-то луковицы? Оказывается, так и надо, и не смешно это нисколько. Я посмотрела, потом загуглила, так и есть гиацинты. Нарциссы так высаживаются. В общем, вот, друзья, такие дела. Самолет летит. Ой, как-то мне так показалось, что как будто это облака плывут, а как будто все кругом плывет. В общем, друзья, здорово. Друзья, хочу поделиться с вами своими впечатлениями о походе в магазин КАЗ. Вот, что я купила. Салат из капусты. Вот такой салат. Овсяную муку. Хлебцы. Значит, гночи. Картофельные какие-то, клёцки, в общем. Сыр. Такой вот сыр с сальмоном. С сальмоном и с луком. Вот так он выглядит. Фришкезе. Мягкий сыр. И вот такой вот сыр для снеков. Он, наверное, маленькими кусочками. Да, вот такими вот шайбочками. И его можно... В общем, вот, друзья. Его можно, да, ну, на любой бутерброд, салатку, куда хочешь, угодно. Я не ем сыр, но сэнди ест иногда, и поэтому я решила купить. В общем, друзья, вот эти вот покупочки обошлись мне в 8 евро 59 центов. Я думаю, что это вполне себе хорошая, выгодная сделка, да? В этом магазине товары вполне себе нормальные, обычные товары по сниженным ценам. Особенно сыр выгодно покупать. Сыр вообще прекрасный, но дешёвый. Но это, конечно, зависит от сроков. Возможно, что срок годности подходит к завершению, а, возможно, и не подходит. Возможно, ещё ого-го сколько. В общем, вот, такой у нас замечательный магазин напротив нашего дома. Находимся мы, друзья, сегодня в Дюссельдорфе. Ездили на приём к пульмонологу. У меня был очередной приём. Каждые полгода я проходила последнее время. И пульмонолог мне сказал, что всё, моя программа закончена, потому что моё здоровье отменное в плане пульмонологии. Вот такие, друзья, дела. Я очень рада. Она тоже очень рада. Все очень рады. Теперь в следующий мой приём она сказала, можете прийти через год. Просто ради контроля. Ну, а, конечно же, если вдруг возникнут проблемы, то я смогу прийти раньше. Едем по мосту. Не знаю названия этого моста. Такая вот замечательная погода. Но температура понизилась. Можно сказать, что холодно на улице. Мы уже привыкли, что всё время тепло. И как бы нам плюс 4 градуса холодно. Сейчас мы едем обратно в Нид-Италь. Я домой. Санди на работу. Ну и всё. А, нам нужно ещё заехать в магазин. Не в магазин, а в фирму, где мы подключаем интернет. У нас какие-то опять проблемы, заминка с интернетом. В общем, нужно нам разрешить эту проблему. Нам нужен Wi-Fi. Мы хотим Wi-Fi. Офис компании Vodafone. Большой такой офис. Посмотрите-ка, друзья, что я вам сейчас покажу. Что у нас? У нас снег на балконе и на крышах. Ну, дела. Сегодня утром проснулись. И всё белым-бело. Так, на улице. Что у нас на улице? Интересно, посмотри. Так, на улице у нас... Сейчас мы посмотрим, как дела обстоят. Откроем окошечко и поглядим. И поглядим, и поглядим. А, снег тоже лежит немножко. Да. Зима всё-таки нас настигла. Настигла, красавица. То ли ещё будет. Надеюсь, что не будет. Немножко можно. А сейчас, друзья, я вам хочу показать картины, которые рисовал Сэнди. Вот такой натюрмортик. Кружечка аж блестит. Так, затем... Автопортрет. Следующий вот такой набросок, друзья. Плохо видно, потому что если я приближусь, то будет... Вот так я могу приблизиться. Вот, смотрите, какая симпатичная башня в лесу. Это с натуры срисовано. Так, затем... Вот такая картина. Сэнди сказал, что эта картина называется «Моя жизнь». Интересно. Посмотрите, что тут. Тарелка, чашка, спички, зубная нить, нить для шитья. Так, что такое синенькое? Синенькое, я не могу понять, что. Там внутри билет лежит. Билет — это путешествие, да? Ключ от машины. Это вот. Это такова жизнь. У Сэнди была до встречи со мной. Меня на этой картине нет. Вот такая вот гора. Интересная. Гора. Не Фудзияма, но что-то. Типа того. Это картина первая. Называется «Тюльпаны». Я думаю, вы сами поняли, что эта картина называется «Тюльпаны». Вот такая интересная. Первое произведение. Ну и здесь висит его любимая работа, которая называется «Вектор». Таким образом он изобразил «Вектор». Мне нравится. Она такая позитивная. Цвета такие хорошие. Я люблю и желтый цвет, и синий цвет, если это касается только цвета. Только вот, например, синее небо, желтое солнце. Да, и вот это вот, если видеть в картине «Синее небо» и желтое солнце, вот эти цвета, то они мне очень нравятся. Так, еще у нас на площадке же есть картины. Вот. Эта картина «Цветовой спектр». Такой большой квадрат. Не черный квадрат называется картина. И вот эта, тоже симпатная. Мне нравится такая тоже срисовка с натуры. Такое здание, крыша в форме ананаса, купол. Надо будет поспросить, что это вообще за здание такое. Так, у нас на площадке сколько градусов? Так. Как-то я не пойму, сколько градусов. Наверное, 18. Это значит, жизнь – это как езда на велосипеде. Чтобы держать баланс, нужно находиться в движении, оставаться в движении. Ну, так, вот, друзья. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.